Вечером 22 марта жители Каспийска собрались в центральной мечети города на первой молитве Таравих, в честь наступившего священного месяца Рамадан. 23 марта первый день поста. Для мусульман этот месяц является особенным и отличительным от других. В период Рамадан они не просто соблюдают пост, но и стараются духовно обогатиться, очиститься и одолеть себя от греха. История праздника, мы знаем, намаз обязали еще до поста, и после того, как пророк с вами переселился в Медину, во втором году по Гиджри, обязали и пост тоже. Отметим, что соблюдение поста в Рамадан считается одним из толпов исламу. В этот период нельзя принимать пищу и пить воду, и следует пятикратно молиться на протяжении дня, принимать обязательное участие в благотворительности. Для тех, кто впервые решается держать пост, возникают множество вопросов, касаемо его соблюдения. В хадисе говорится, если человек случайно поел, не вспомнил, что он соблюдает пост, то его пост засчитывается. Даже говорится, Всевышний Аллах сам накормил этого человека. Также многие интересуются, как держать пост больным, находящимся на лечении, которым требуется постоянный прием лекарств. В этом вопросе стоит учитывать, что если вы решились в таком состоянии соблюдать пост, то необходимо держать постоянную связь со своим лечащим врачом. Если врач устанавливает, что ему необходимо принимать какие-то лекарства именно в дневное время, то ему можно нарушить пост. Только ему нужно будет воздержаться от приема пищи в том размере, который ему установил именно врач. Если врач устанавливает, что ему надо и подкрепиться пищей, то в этом размере можно ему принимать пищу. То есть это все должен устанавливать ему врач, он сам не может выносить решение. Стоит подчеркнуть, если вы держите пост, но при этом не совершаете пятикратную молитву, каждый день он все равно принимается и считается действительным. Есть много людей, которые постятся, но намаз не совершают. Конечно, это плохо, что он намаз не делает, но все же пост его засчитывается. Намаз ему обязуется возмещать, а пост его засчитывается, ему в дальнейшем не нужно будет его возмещать. В месяц Рамадан люди с нетерпением также ждут священную ночь Аль-Кадр, или как принято ее называть, ночь предопределения. В день ее наступления к ней стоит тщательно подготовиться, так как она несравнима ни с какими другими ночами. Награды за акты поклонения, совершенные в эту ночь, больше, чем награда за 83 года поклонения. Помощник председателя имамов города Каспитска Мухаммад Абасов обратился к жителям города с поздравлениями в честь наступившего месяца Рамадан. Хотел бы поздравить искренне, сердечно всех каспичан, всех дагестанцев, всех мусульман от полпреда Муфтят РД по городам Мурада Исмаилова, также председатель совета имамов, не является нашего города, города Каспийск. Искренне поздравить с наступившим благословенным месяцем Рамадан. Пусть Всевышний одарит всех здоровьем. Асия Атумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова